всем привет друзья сам криптовтеф и сегодня я покажу график будущего от человека который спрогнозировал падение еще в марте но практически человек является очень интересной личностью которая но в принципе предоставляет действительно достоверные прогнозы на долго срок ну а перед этим разберем рынок криптовалют что у нас интересного происходит и что случилось дело в том что за последнее время у нас вчера случилось важное событие дело в том что джо байден он выиграл в президентские выборы и если бы выиграл трамп то для этого бы ситуация привычная фондовые рынки и дальше жили и дальше бы возможно рост криптовалютный рынок но так как меняется в принципе сферы влияния меняется верхушка власти да то действительно ожидать можно чего угодно дело в том что байден и их принципе компания пока что не знаю что будут делать с криптовалютами не знают что будут именно внедрять не внедрять и возможно даже пересмотрят политику в отношении криптовалют и также нужно отметить что после объявления победы фактор хаоса уменьшается но теория обесценивания валюты остается в силе задержкой но без изменений тут также нужно отметить что администрация байдена вместе с республиканским сенатом будет означать прощение денежно-кредитной политики что приведет к увеличению стоимости активов с ограниченным предложением и это определенно хорошо для биткоина в долгосрочной перспективе до здесь сейчас краткосроки биткоин может упасть так же как и фондовые рынки уже падает и биткоин кстати падает в телеграм-канале мы в преддверии победы байдена значит вышли в офис на здесь были позиции по биткоину по xrp по лайткоину также были ну и также трейды были по bitcoin кэш кстати вы здесь видите что bitcoin кэш покупался затем он также сливался естественно также можно было заработать на рынке криптовалют практически считаю что необходимо все-таки возможности иметь поторговать вот если ты видишь движение его сразу торговать выходить не жадничать тех кто сейчас остались на рынке они в просадке хотя рынок сейчас понемногу и обилитируется но я считаю что это такое краткосрочное явление тем не менее потому что мы не знаем что будет дальше по поводу байдена по поводу его нововведений и так далее что касается спонсор данного видеоролика но спонсор видеоролика очень надежный и проверенный способ получить большую прибыль на крипто рынке это участие высокоприбыльном проекте именно таким является bitcoin арбитраж . нет ведь участвую в нем можно заработать очень хорошую прибыль а точнее сто процентов за восемь дней тут гарантированно можно заработать целинную прибыль данный проект на крипто рынке более года и успел себя хорошо зарекомендовать о чем свидетельствует прозрачность депозитов и выплат с очень внушительными суммами в эквиваленте btc система проекта основана на стратегии арбитражной торговли я бы сказал что это единственный нормальный проект за последние три года ссылка на проект будет под видео роликом ну и если мы будем рассматривать bitcoin а также человека который предсказал вот это движение биткоина в марте апреля значит этого года он называет значит свой чарт это bitcoin навигатор но естественно что он рисует он рисует то что мы в принципе потенциально еще сможем сходить и потрогать верхушку 15900 долларов после этого нас ждет значительное снижение и снижение достигнет 78 процентов это 6800 долларов за bitcoin это будет уже дешевый bitcoin по поводу модели которая принципе нам показывают то что bitcoin всегда растет его вершина всегда выше да если вы видите вот здесь да то есть он упал bitcoin и он упал не ниже там тысячи долларов а он упал на 3000 долларов это говорит о том что у биткоина сформировался глобальный uptrend и здесь мы кстати вот если приходили на 3100 долларов то здесь в мартовском обвале мы не пришли туда вообще если мы торгуем к usdt если там к usdc вы посмотрите график туда действительно bitcoin там приходил на 3000 долларов так вот здесь соответственно мы видим что биткоин по сути к доллару сша он значит опустился на 4000 долларов это говорит что это устойчивый uptrend соответственно следующее дно биткоина это будет около там 6000 долларов за один биткоин то есть ниже цены вот этой биткоин уже не пойдет также с учетом ограниченной эмиссии халвинга и всего-всего поэтому если мы рассматриваем также то что здесь по сути будет а именно то что республиканские значит у нас сенаты все-таки будут упрощать кредитную политику то соответственно это говорит о том что вот биткоин свои ограниченные эмиссии может вполне достигнуть 30 50 тысяч долларов за одну монету дело в том что сейчас на рынке эйфории соответственно этот индекс нужно остудить его чуть-чуть остудили но тем не менее сейчас еще присутствует чрезвычайная жадность 82 процента и 100 это говорит о том что мы еще потенциально можем снизиться хотя в принципе я считаю что сейчас многие напуганы и скорее сейчас те кто стали там шорт их будут выбивать всякими способами что касается в принципе того что у нас по этому человеку то что вот он представил bitcoin навигатор естественно он также представил свой коммент в апреле 2020 года да и тогда он в значит апреле тогда еще в принципе он написал что у нас будет вот такая картина если мы принципе сюда перейдем до действительно человека написано 15 апреля то что он предсказывал по биткоину и что здесь по итогу он здесь по итогу нарисовал нам значит ретест 4800 долларов да ну bitcoin так именно не пошел как он рисовал да но тем не менее bitcoin пошел наверх и по итогу а его значит цена его линия привела привела нас к 15 тысяч долларов за биткоин да прогноз его глобальный был не точен но он очень рядом и что он вот сейчас предсказываешь и соответственно что у нас будет дальше у нас будет дальше принципе ретест потенциально там уровня 16 тысяч долларов вернее 15 900 bitcoin до этих значений может не дойти потому как там принципе будут разгружаться те кто на спутовой торговле купил дорогой биткоин и по итогу его туда может довести и в итоге опустят очень быстро в декабре на 6600 долларов за один коин почему опять таки не опустят вниз я уже рассказывал то что хаулинг потому что биткоин это не просто там какой-то сверхспекулятивный актив биткоин имеет ценность да за счет хаулинга ограниченной эмиссии а с политикой нового сената то есть принципе биткоин имеет двойную ценность что касается интересного по поводу эфириума дело в том что показатели значит октября не очень интересны для тех кто холдит эфириум и в то время как волатильность биткоина в течение октября была в основном неизменная волатильность эфириум снизилась вероятно эта корректировка после скачка в сентябре когда 30-дневной волатильности эфириум увеличилась на значительно большую величину чем волатильность биткоина о чем свидетельствует всплеск а затем падение отношений волатильности биткоина эфириума это Это синяя линия. Это подчеркивает, что рынок эфириума все еще более незрелый, чем рынок биткоина. И может означать, что ожидаемое изменение в технологической основе эфириума добавляет уровень неопределенности в развивающийся рынок. Также есть множество графиков, где приведено то, что эфириум это некий биткоин 2.0. Почему? Потому что его график эфириума с момента зарождения двигается так, как и двигался биткоин. И вот можно узрить такую вещь, что это действительно так. Я считаю, что эфириум это мощная криптовалюта, ее нужно холдить. И также нужно больше и больше эфириума себе в классикарман. Также воспользоваться возможно стекингом, потому как уже депозитарный контракт включен. Виталий Бутельнин отправил туда по-моему 3200 эфириума. Что касается биткоинов, то 1050 биткоинов из 2010 года пришли в движение, повторив паттерн черного четверга в марте. И 14 октября состоялось расходование вывода старой Coinbase транзакции. В 11 октября еще 21 транзакции. После этого произошло 4 похожих перевода монет с 2010 года. В результате чего 17, 25, 29 октября и 1 ноября было израсходовано 200 биткоинов. Ну и сначала вся криптовалюта была собрана на одном адресе, после чего распределена более мелкими суммами по дальнейшим адресам. Все перемещенные сегодня биткоины были добыты в августе, сентябре и октябре 2010 года. Из отдельной транзакции в июле. Что касается значит битмайна, то она предоставила майнинга оборудования нового типа. Это означает, что биткоин кэш возможно помпанется. Также не забывайте, что биткоин кэш hard fork там либо 13, либо 15 ноября. И согласно заявлению модуль Amtrak включает серверную стойку, коммутатор, 4 сервера, главную панель управления и систему водяного охлаждения. Ну в принципе вот это новый такой майнинг блок. Но тем не менее я считаю, что кого-то будет интересно. Подводя итоги значит рынка, что можно сказать? Что отчасти конечно мы словили значит падение, вовремя вышли из рынка криптовалют. Об этом свидетельствуют ордера. Но также нужно отметить, что в любой момент биткоин может пойти на ретест своего уровня. Это напомню 15900 долларов. Этого исключать нельзя. И также я считаю, что здесь нам необходимо будет также подождать. Потому что если вы например скажете своему другу впоследствии, что я купил биткоин по 15000 долларов. Да, то это повторится скорее сценарий знаете 17 года. Когда на вас посмотрят и в принципе повернут у виска пальцем. Потому что действительно, когда человеку говоришь, что я купил биткоин по 15000 долларов. То у человека волосы дыбом. Как ты так мог сделать? Поэтому я считаю, что здесь необходимо подождать коррекцию. То есть по сути у нас уровень капитуляции в плане локального медвежьего тренда будет 14400 долларов. Где-то там. Да, соответственно, если мы уходим за сюда. Да, идем сюда. То практически здесь у нас будет такое движение не очень хорошее. В плане того, что мы можем хорошо с вами упасть. Ну а с вами был Криптовтей. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok